Виктор Дибули, сегодня будем тонироваться, так как прошел месяц моего осветления и тонирования, то есть я сразу осветлялась и тонировалась в салоне, осветляюсь я только в салоне. Ну вот, тонироваться можно и дома самостоятельно, сейчас покажу, как это правильно делать. Короче, нужно это делать каждый месяц, это называется, ну, типа, график окрашивания, чтобы все было четко и чтобы волосики у нас не отваливались. Для начала нам нужно приодеться, ну, типа, чтобы мы ничего не зашкварили, и мы наденем старую футболку. Примерно вот так, и хорошенько прочешем волосы. Так вот, для чего нужно регулярное тонирование? Краситель, он тоже содержит всякие уходовые вещества, если это хороший, конечно, профессиональный краситель. У меня это Матрикс ColorSync серия, без аммиачной краски. Аммиачной краской самостоятельно я бы краситься не стала, потому что она может поднять уровень глубины тона, и потом могут возникнуть из-за этого, ну, проблемы с осветлением в дальнейшем. И также, ну, короче, качество волос, конечно, падает, когда аммиачка. Ну, аммиачка держится месяц, а без аммиачка, ну, недели на две, наверное. Ну, ничего страшного. Просто будем почаще тонироваться. В этой ColorSync серии краситель содержит керамиды, и они заполняют пустоты в волосах. Короче, после такой краски, грубо говоря, волос становится плотненьким и наполненным. Когда у нас волос осветляется, как я уже рассказывала, да, из него выходят вообще вместе с пигментом все полезные вещества, которые делают наши волосики эластичными, упруднями и все такое. Короче, поэтому, ну, блонды, да, которые уже давно не красили, выглядят примерно вот так. Короче, вот поэтому и нужно тонироваться периодически, что мы и будем делать. Здесь даже вот написано все сразу нам один к одному с оксидом. Оксид, конечно, у меня ни родной, ни матрикс, это Егора Шварцкоп. 1,9, конечно, у нас здесь процент, да. Ну, ладно. Хорошо бы, чтобы был 1,5 на самом деле для безымячки. И это оттенок SPV. Тут написано, что это как будто бы Pearl... Сейчас. Короче, пепельный перламутровый. Что значит эти буковки? У матрикса, короче, все буковками, но только уровень глубины циферками. То есть, если бы здесь указывался уровень глубины тона, например, мой уровень, ну, свой, да, допустим, если бы я красила свой цвет, это где-то 6 или 5, да. У меня волосы сейчас на 9 уровне где-то осветлены. Супер белые волосы, ну, совсем уже обесцвеченные. Это 10 уровень, там может даже 10 плюс быть. Короче, уровень глубины тона идет от 1, это самый черный, и до 10, это самый белый. Этот без уровня глубины тона, потому что вообще SPV используется больше на, знаете, типа Total Blonde, то есть, когда полностью блонд. Короче, я полтюбика выдавливаю. Думаю, нам хватит. Надеюсь, хватит. Не хватит еще, смешаем волос у меня, как говорит матерь моего блонда Элина, три ведра. Ну, вроде сейчас они и короткие, так что, наверное, должно хватить. Короче, он как будто бы просто нейтрализует, можно сказать, желчу дну, да, и волосики делает белыми. Если у вас Total Blonde, у меня не Total Blonde, у меня все-таки инвелирование, и они не на 10, а на 9, где-то в уровне, да, плюс-минус, он где-то вообще даже в 8 там проглядывается. Он мне просто их нейтрализует и заполнит, что нам и нужно. То есть, мне фактически, мой оттенок так-то нравится. Короче, делаю 50 на 50. Ну, на глаз, конечно, потому что мне пофиг. Короче, мне нужно просто сейчас нейтрализовать мой фон осветления, да, ну, он у меня желтенький, красивый. Вот, и для этого, собственно, я использую такую краску, да. Я не хочу какой-то там дополнительный оттенок или еще что-то, но если у вас Total Blonde, то получится прям белые волосы вот с этой краской SPV матриц. Потрясающая вещь. Вот, короче. Кисточки, конечно, у меня тоже нет такой, вот я колорист и перчаток. А зачем, да? Ну, короче, помешаем все расческой и будем наносить, наверное, прям так. Надо очень хорошо размешать, чтобы это превратилось прям в однородную текстуру. И вообще, короче, если вы находитесь в Уфе, это такая, типа, рекомендация, ну, не реклама. Короче, да, рекомендация. Я крашусь там только в Алистудио. Я еще там сама училась в колористике и также работала там, даже красила чуть-чуть. Но работа была очень интересная, много знаний осталось полезных, по крайней мере, по уходу, вот, по тому, допустим, ну, я могу самостоятельно окраситься, без вреда для своих волос, да? Не какие-то там супер-тупые эксперименты, а вот прям так. Ну, и тупые эксперименты мои тоже делаются как бы правильно. Я имею в виду, когда я окрашиваюсь, ну, этими, блин, бальзаночками всякими. Если вы не можете пойти в салон, вот, блин, ничего страшного, вы можете дома затонироваться. Типа, конечно, осветлять волосы дома не надо, ни в коем случае. А вот затонироваться очень даже легко. Короче, я буду наносить вот так и немножко прочесывать. Для того, чтобы ваши волосики не отваливались, ну, типа, они ломаются реально вот из-за того, что волос пустой просто. Поэтому мы его заполняем краской, хотя, говорят, типа, не надо так часто краситься, типа, что волосы из-за этого портятся. Волосы портятся, когда краситель фиговый. Вот, например, про нитье головы, да, я помыла волосы перед тем, как окрашивать их, ну, тонировать, да, потому что я знаю, что у меня маленький оксид, типа, у меня безаммиачная краска, в моей голове от этого ничего не будет. То есть она, ну, даже не пахнет. Типа, я сейчас крашусь. Ну, типа, запах краски есть, но нет вот этого удушающего, да, аромата аммиака. Вот. А с грязной головой, это же вот, ну, такой мамский, да, какой-то метод. Типа, когда, наверное, первый раз меня красила Мууля каким-то там, наверное, гарниером, там, или, я не знаю. Вот, как раз-таки она мне сказала, типа, не мой голову, но грязные волосы будем краситься. Ну, потому что там у любой краски, даже если ты красишься в черный, там оксид шестерку кладут. И это делается только для того, чтобы цвет стопудово приелся. Ну, типа, в волосы, короче, зашел. На больших оксидах, вот, типа, ну, почему аммиачная краска, например, тоже красится? Ну, и осветляется даже. Ну, типа, на осветленные волосы тоже красится аммиачной краской для того, чтобы краситель долго держался или чтобы дополнительно поднять уровень глубины тона. Так что бытовые красители все на больших оксидах, вот этим они и опасны. Короче, в этом комплексе матрикса с керамидами, да, вся фишка в том, чтобы очень хорошо, ну, типа, почему я их даже прочесываю вот так, чтобы очень хорошо каждый волосик был, короче, в краске. Чтобы это все туда проникло и создало вот это вот наполнение, короче, для нашего опустошенного блонда. К нам присоединился помощник, потому что я ничего не вижу сзади. Может, ай, не так. Не так жестко, тихонечко. Ты чего, они оторвутся, блин. Нет, вот покажу девочку, как ты. Не так, не так. Ладно, ладно, все, все. Не надо, не прочесывай их, не прочесывай. Просто, чтобы они полностью в краске были. Боже мой. Ладно. Короче, мы еще разводим краску. Походу, весь тюбик вот и уходит у меня. Ну, чуть-чуть вот остается. Маленько. Короче, я прям рукой тоже помогу. Ты правда поможешь? Или с тобой просто на камеру? Нет, мы же вместе еще делаем. Ну, мы там смотрим всякие лунные штучки и сегодня день, ну, когда нельзя ругаться или как только зарождается конфликт, его, конечно же, нужно как-то вот пресечь, потому что очень велика вероятность того, что кто-то огребет, блин, эти пути будет. Вообще-то, на самом деле, нужно давать всегда? Вообще-то, да. Вот, правильно. Мой вам урок. Здорово, отношения. Короче, когда я говорю, что волосы должны быть хорошо промазаны, то есть они прям очень должны в краске, они прям должны купаться в краске. Короче, не жалейте. И тогда окрашивание по-любому получится идеальное. Типа без экономии всякое, вот это и растягивание, да? Фигачим все, что есть себе на волосы. И все. Короче, мы закончили, можно сказать. Я жду 20 минут и смываюсь, и покажу вам результат. И это следующий день после окрашивания. Вчера мы очень поздно закончили. Охота была при дневном свете снять, как это все выглядит. В общем, волосы наполнены. Они достаточно тяжеленькие стали. И также нейтрализовался весь нежелательный фоносветление. Но тем не менее, они остались вот естественного такого оттенка. Вот и все. Вот и все. Ну, конечно, на Total Blonde это будет все гораздо белее. Но у меня мерирование, поэтому эффект такой более натуральный.